Теология 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 Спасибо, Дмитрий Викторович. Рад приветствовать всех слушателей, зрителей. Вопрос богословской антропологии является очень актуальным в современном мире. По мнению известного богослова XX и XXI века митрополита Калиста Уэра, вопросы антропологии будут занимать умы не только богословов, но и вообще человеческих умов, и философов, и психологов, и всех людей, не спящих в XXI веке особенно. Потому что человек с точки зрения богословия занимает центральное положение в мире, но в связи с тем, что мир становится более усложненным, с развитием так называемой цивилизации, вопросов о человеке и вокруг человека становится все больше. С развитием различных технологий, медицинских и других генных, этих вопросов становится, опять же, еще раз больше. И вопрос о том, что есть человек в богословской антропологии, она пытается говорить о человеке как об образе Божьем. И вот здесь понятие образа Божьего встречается в Священном Писании, но толкование образа Божьего, если мы посмотрим такого известного мыслителя, как Владимира Николаевича Лоского, русского зарубежья XX века, он описывает о том, что образ Божьей тайны, и эта тайна проецируется на разные плоскости мышления. И поэтому многие проекции имеют право на существование, но в целом нужно не останавливаться на той или иной проекции, стремиться к какому-то многомерному и системному изложению, что есть человек и как на него надо смотреть. С точки зрения христианства, человек – это образ не просто Бога, абстрактно понимаемого, но образ Святой Троицы. И поэтому здесь, может быть, сегодня более чем когда-либо перед христианской антропологией стоит задача обосновать, что человек – это больше, чем просто некий индивид. Как популярно сейчас мыслить о человеке, как отдельно взятым или же, наоборот, погруженным в социум, поглощающий индивидуальность. Вот это постоянный спор о том, что первично, различие или единство, как в одной из философских книг, которую пришлось читать в свое время в Бодлиан Лайбрери в Оксфорде, начиналось с такого вопроса человечества, бесконечно задает себе вопрос, что первично – единство или множественность? Множественность или единство? И по-разному отвечают на этот вопрос. Но вот христианская антропология постулирует некий таинственный баланс между единством и множественностью. В Боге, за счет того, что три равно один, парадоксально, крестом для человеческой мысли называл отец Павел Флоренский, а за ним лоский троечный догмат. Но если его дальше проецировать на человечество, то мы обнаруживаем, что с точки зрения христианства, человечество – это тоже единство и множественность, но только выходящее за пределы трех. Поле ипостасное, многоперсональное и в то же время единое человеческое поле. И вот как это правильно излагать, избегая какого-то тоталитаризма, который столь был болезнен в XX веке в виде коммунистических идей или фашистских, избегая индивидуализма, который популярен для современной цивилизации, как стал каким-то естественным спутником, когда человек теряется во множестве, с одной стороны, но постоянно пытается свой индивидуализм, свою индивидуальность как-то подчеркнуть за счет различных каких-то естественных отличий природных. Очень интересно, собственно говоря, как раз с точки зрения того, что индивидуализм такая, сингулярность, когда современный человек, каждый современный человек сидит в своей ячеечке и через социальные сети, через интернет только общается с окружающим миром. И когда мы фактически видим, что и молодежь, и особенно дети очень устают от живого общения, но охотно общаются в социальных сетях, как в этой ситуации донести основную суть богословия личности? Что такое человек с точки зрения христианской теологии? – Ну, я бы сказал, да, что современные технологии обостряют этот вопрос, потому что человек в каком-то смысле – это продолжение идеи богословия личности, когда человек создает свой некий искусственный образ в интернете. – Искусственный. – Когда даже рассказали, как люди на Западе порой говорят, ну, меня зовут так, остальное в Фейсбуке, прочитайте про меня. Там вот все ссылки есть. То есть это некий образ, который человек даже называется – книга лица. – Лебица. – Некое лицо, искусственно созданное, там все подрихтовано, подогнано под какие-то шаблоны, которые человек сам себе создал. Недавно я даже тоже встретился с таким исследованием, когда детям было дано право как-то в фотошопе свои фотографии личные лица редактировать. Они все делали такие редакции, которые соответствовали лицам очень популярным в современном медиапространстве. То есть они даже себя переформатировали под какой-то абстрактный идеал. Потому что ты же не тот человек, который пусть тебе даже нравится. Оставайся собой. – Я об этом и говорю. Получается, мы предлагаем современному человеку, современному молодому человеку, какие-то сложные для понимания вот эти вот три, один, единство, множественность. А тут надо четко, ясно, популярно. При отсутствии критического мышления первое мнение, первое поисковой строке, ответ становится основным для человека. – Становится истинной в последней станции. – Истинной в первой, она же и последней. Дальше ты смотрим. Вот в этой ситуации, я к чему веду, богословие личности, богословская антропология в системе университетского образования, какова ее цель, каковы задачи и каковы возможности? – Прежде всего, показать, что человеческая уникальность, с одной стороны, не сводится к внешним признакам, которым люди чаще всего ассоциируют сейчас в этом информационном пространстве, с одной стороны. А с другой стороны, показать, что человек действительно каким-то парадоксальным образом свою уникальность должен найти не в отделении от других людей за счет каких-то, не знаю, панк-прически или чего угодно, а за счет, наоборот, вживания в их жизнь, соучастия в их жизни. И таким образом человек находит себя в том виде, в каком он, на самом деле, задуман Богом, некая матрица его просвечивается за счет того, что он находится в общении с себе подобными. А вне общения, вне живого общения, в каком угодно виртуальном общении, когда это общение сужается, становится таким выхолоченным, подстроенным под какие-то стандарты и шаблоны, человек сам себя никогда не найдет. – Понятно? – Да. – Благодарю вас. – Спасибо. – Дорогие коллеги, сюжет подошел к концу. Всего доброго. До свидания. – Спасибо.